Любишь биткоин P65, люби P20. Закинул бабки, через год уже все, у тебя ламборгини, хата в сити. Я относилась изначально к этому, как к некой игре, только поэтому заработала. Как в казино. Как в казино, да. Кроссовки вот эти, степен, там нет никакого смысла, кроме маркетинга. Начинают люди, хомячки, назовем так, нести деньги. Это и есть пирамида. Как не потерять все деньги? Надо купить крипту. Ну да, что-то как-то это, меня хотят развести. Я все оплачиваю в крипте. У меня есть тренировки по серфингу, которые я оплачиваю в крипте. Дом мы оплачиваем в крипте. Продать машину и все вложить в крипту. Я считаю, что это не длинновидный. Рынок наполнен мошенниками. Все хотят заработать на лохах как можно больше. Это дело, что можно все потерять. Никто не знает, куда пойдет рынок. Вообще стрессовая история, если честно. Друзья, видите блик? Он от моего бутафорского золотого биткоина. Меня зовут Ярослав Бабушкин, это не форбсы. И наш большой выпуск про крипту. Биткоин, NFT, майнинг, криптовалюта. И еще о компьютерных штуках. Это вы создали биткоин? Не буду отвечать. У кого мой талон на обед? Система блокчейн гениальна. Банки могут узурпировать ваши бабки в любой момент. Крипта в этот момент проходит на помощь. Сегодня я ввожу в оборот новый термин. Крипто-цыгане. Может быть вы наркобарон, желающий отмыть героиновые деньги? Майнинг это своего рода воровство электроэнергии. За сбыт и выпуск криптовалют может грозить наказание до 7 лет лишения свободы. Настоящая революция в мире денег. И в сознании заодно, как в матрице, непонятно, где границы реальности. Долгие годы мы ходили вокруг да около этой темы. Узнавали у наших героев, инвестируют ли они в крипту. Даже сняли большой выпуск про NFT. Но у нас, как и у российского правительства, руки не доходили до полноценной масштабной работы с криптовалютами. И так сойдет! Но случился 2022 год. Времени на раскачку у нас нет. Надо действовать. Специальная военная операция, уход крупных мировых брендов, отмена русских во многих странах мира, отъезд, как говорят, человеческого капитала из России. И тут в дело вступила крипта. Предлагаю не затягивать с формированием законодательной базы для легального развития данного сектора. Когда российские карты за рубежом превратились просто в кусочки расплющенного пластика, только старая добрая наличка и крипта смогли помочь нашим согражданам остаться на плаву за рубежом. Ходили слухи, что крипта сможет создать лазейку в санкционной блокаде. Но понятного официального статуса у криптовалюты в России до сих пор нет. Весной 2022 года паникующие россияне купили доллар по 110 и вложили его в крипту. Анна, возьми и начни, как у нас принято говорить, отрицательно расти. Многие известные проекты, такие как Луна, которые советовали и криптоскамеры, да и приличные люди тоже вообще обрушились в ноль. Сейчас крипта продолжает падать. Это называют медвежьим циклом. Будет ли крипта расти? Что будет с блокчейном и криптой в будущем? Советов давать не будем. Не знаем, вырастет ли она, стоит ли покупать биткоин или эфир, но попытаемся разобраться, что это такое в 2022 году. Погнали! Продал все битки и купил тон. Снял и заплатил криптой. Крипту, крипту, фулл масс, ас, крипту, крипту, калыш. Биткоин, 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 биткоин. Маню рэпа не биткоин, как лиркоин. Не фарсы. Крипта. Как много в этом слове для сердца темчика слилось. Как много в нем отозвалось. Мог бы написать Александр Сергеевич Пушкин, если бы был инфлюенсером нашего времени и рекламировал бы какой-нибудь очередной коин, биржу или криптовалюту в своей социальной сети, скорее всего в Твиттере. Два ствола. Один коронный, другой похоронный. Мир крипты амбициозен, абсурден, загадочен, рискован, технологичен и запутан. Вместе с криптой в нашу речь пришли и криптословечки. USDT, скам, майнинг, фарминг, арбитраж крипты, NFT, криптозима, бинанс и многое другое. Звучит сложно, но давайте начнем с чего-нибудь попроще. С чего, собственно, все это началось. Начнем все сначала. Моментом создания крипты принято считать август 2008 года, когда было зарегистрировано доменное имя bitcoin.org. В том же году некто под псевдонимом Сатоши, или еще говорят Сатоси Накамото, опубликовал документ под названием «Биткоин. Электронная одноранговая платежная система». В нем он и писал, как будет работать будущая криптовалюта. Конечно, здесь здорово было бы показать фотографию японского гения, самурая, сэнсея, гуру Сатоши Накамото, который подарил миру биткоин, а теперь купаются в богатстве где-нибудь близ знаменитой горы Фудзияма. Но нет, в мире крипты все настолько мистифицировано, что скорее под псевдонимом Сатоши Накамото понимают группу людей, создавших протокол для криптовалюты биткоин и программное обеспечение для него. Многие пытались раскрыть реальную личность или группу людей, стоящую за этим именем, но безрезультатно. Сатоши выходил в интернет, используя Darknet, сеть Тор и прочие средства, обеспечивающие анонимность. В своем профиле на сайте P2P Foundation он написал, что родился в 1975 году и живет в Японии. Многие уверены, что эти данные не соответствуют действительности, и человек, пользующийся псевдонимом, никакой не японец. Он пишет на английском языке, как на родном. А программное обеспечение биткоин не было никогда локализовано для японского языка и не документировано на японском. В интернете существует масса версий о том, кто скрывается под псевдонимом Сатоши Накамото. Одни называют Дориана Накамото, компьютерного инженера, который участвовал в секретных разработках Министерства обороны США. Другие называют Ника Сабо, специалистов правоведения и криптографии, который опубликовал работу Bitgold, цифровое золото, которое стало прямым предшественником биткоина. В 2016 году издание Financial Times утверждало, что Накамото мог быть группой людей. И назвало, помимо Ника Сабо, о котором я уже говорил, Адама Бека, одного из самых известных шифропанков, доктора криптографии, руководителя компании Blockstream, занимающейся обслуживанием сети биткоин, а также Хэлли Финни, американского программиста-разработчика игр. Он получил первую транзакцию битка в количестве 10 монет от создателя проекта Сатоши. Кстати, старший аналитик Блумберг, а вместе с ним, сооснователь второй по величине криптовалюты Этериум, Виталик Бутерин, также считает, что настоящий создатель биткоина Хэлл Финни. Даже если они и правы, то с Хэллом Финни в любом случае уже не получится связаться и поговорить о биткоине. В 2014 году он умер от редкой болезни, амитрофический склероз и был креонирован. Это такой процесс заморозки человека. Кто знает, может быть Финни однажды выйдет из заморозки, как фрай из мультсериала Футурама, и удивится, как изменился мир будущего благодаря его творению. Второй криптовалютой после биткоина справедливо считается Этериум, или в народе просто Эфир. Его создатель никуда не прячется, и скорее он вам хорошо знаком. Ведь это парень из России, Виталик Бутерин. Сейчас практически каждая современная технология, которая усиляет обычных людей, она усиляет и хороших, и плохих. И это необходимо. Сейчас разговаривали с представителем веба Сергеем Горьковым. Он назвал, что у тебя сегодня появился новый статус криптобог. Ты как вообще к этому относишься? Понятно. Первую версию Эфириума Бутерин запустил в 2013 году, когда ему было всего 19 лет. В мае 2021-2027 он стал самым молодым криптомиллиардером. Правда, ненадолго. После скачка курса состояние Виталика сократилось почти на 40%. Немного про его бэкграунд. Виталик родился в России. Его отец Дмитрий Бутерин специалист по информатике. В 6 лет Виталик переехал с родителями в Канаду. Он с детства интересовался криптой. В 17 лет стал сооснователем и редактором журнала Bitcoin Magazine. Увлечение криптовалютами не оставляло времени на учебу, и Виталик бросил университет. Он получил грант на сумму 100 тысяч долларов от фонда Teal Fellowship. Детище Петра Тиля, создателя PayPal. С тех пор криптовалюта Бутерина и конкурирует с творением Сатоши Накамото. Ну что, друзья, что бы вы выбрали? Вот этот известный, манящий, золотой биткоин или эфириум технологичный, придуманный Виталиком Бутериным? Мм? Какую монетку? Об этом мы поговорили с Александром Лозбинем, главой представительства компании VIA BTC в России и СНГ. VIA BTC – это экосистема, которая включает пул для майнинга криптовалюты, биржу, кошелек, сеть и инвестиционную компанию. Их сервисами, как заявляют, создатели пользуются более 4 миллионов человек по всему миру. Давай обсудим легенды в мире криптовалют. Вот, насколько я понимаю, сейчас самые мощные и стабильные – это эфир и биткоин. Да. В чем их глобальная разница? Ну, вот представьте себе биткоин. Биткоин – он элементарный, он простой, у него нет функций, он не технологичный, он просто делает свое дело. То есть, можно отправить транзакцию и все. Он высокий уровень принятия. Ну, давайте сравним его, не знаю даже с чем. Ну, вот можно сравнить его, ну, короче, с чем-то очень простым, но очень доступным и просто рабочим. Есть эфириум. Эфириум – это у него тоже большое принятие, но это сильная, более технологичная криптовалюта. То есть, вообще эфириум – это криптовалюта второго поколения, где самая главная особенность – это поддержка смарт-контрактов. То есть, можно зашивать какие-то алгоритмы, которые будут производиться уже не на кошельке, а на смарт-контракте. Например, кто-то отправит туда деньги, деньги распределяются определенным образом. Или при достижении такого-то условия выполняется такое-то условие. То есть, их можно программировать, в том числе и то, что мы видим NFT – это тоже заслуга эфириума. И NFT невозможно сделать в биткоине, потому что, опять-таки, в биткоине нету смарт-контрактов. Вот. Если говорить про будущее, то объективно, мне кажется, что будущее за такими криптовалютами, как эфириум, которые более технологичные, более умные, и с ними можно делать много прикладных вещей. Но если говорить про средства накопления, то я думаю, что биткоин из-за своей вот этой простоты, ограниченности миссии и надежности является более приоритетным средством для инвестирования. Но, опять-таки, польза от криптовалюты и инвестирования – это немножко разные вещи. Прежде всего, биткоин развивается в странах с нестабильной экономической ситуацией, в том числе и политической ситуацией. Потому что люди не доверяют своим национальным валютам, люди не доверяют своим правительствам и ищут какую-то опору где-то на стороне. То есть этой опорой является в том числе биткоин. Именно поэтому мы видим, что в постсоветском пространстве – это Беларусь, Россия, Казахстан, Украина в том числе очень сильный игрок в этом. То есть если мы посмотрим на многие проекты, лидирующие на рынке, то там очень много корней из постсоветского пространства. Просто потому что, возможно, в какой-то этап времени у нас не было возможности для молодых и умных ребят выстроить свою карьеру каким-то другим способом. Ведь почему там молодые люди не идут в энергетику? Мало у нас энергетических стартапов. Просто потому что этот рынок уже… Мы уже лифт очень сложный. Да, рынок поделен уже. То есть там очень трудно завоевать себе место под солнцем. Если мы почитаем белую бумагу Сатоши Накамото – это вообще основопоказательный документ биткоина, то биткоин – это одноранговая пир-то-пир сеть передачи ценностей. То есть, грубо говоря, у нас с вами одинаковый ранг в этой сети. Нету какого-то более масштабного там валидатора в виде банка или еще кого-то. Все в этой сети одноранговые и равны. И все держится на принципе всеобщего недоверия. То есть я не доверяю вам, вы не доверяете мне. В моем понимании изобретение довольно гениальное и полностью на 100% отвечает всем вызовам, которые нас ждут в ближайшее время. О создателе эфира Виталике Бутерине мы поговорили с Владом Мартыновым, главой Центра компетенции «Этериум Россия», основателем «Блог Гикс». Он давно знаком с семьей Бутериных, а Виталика помнит с детства. Послужной список самого Мартынова впечатляет. В бизнесе он более 25 лет. Запустил 7 стартапов, сотрудничал с Microsoft и даже продал им свою компанию. Возглавлял офис немецкого софтверного гиганта компании SAP, ВРФ и СНГ. Потом ушел в проект Yota, куда его пригласил Денис Свердлов, известный сегодня как основатель компании-производителя электромобилей Arrival, номер 65 в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes. Благодаря Yota Мартынов познакомился со многими яркими людьми. Например, сооснователем Apple Стивом Возником и основателем Alibaba Джеком Ма. А вот, например, фото Мартынова с Биллом Гейтсом. Позже Мартынов увлекся блокчейном и криптовалютами. В 2016 году стал советником Виталика Бутерина в Ethereum Foundation и запустил вместе с его отцом Дмитрием Бутериным и Амиром Росичем блок Geeks. Как говорит сам Влад, это первое в своем роде пространство для поиска талантов и обмена мнениями по теме блокчейн. Расскажи чуть-чуть про Виталика Бутерина, что это вообще за парень такой, как ты можешь его охарактеризовать. Потому что я помню, я его видел однажды на мероприятии лет 5 назад, в 2017 году он приезжал, куча людей в синих пиджаках, все очень так официозно, и в углу стоял парень в белой футболке, ел печенюшку овсяную, макая в молоко. Я спросил у него, можно ли взять интервью, он сказал, конечно, сейчас только печеньку доем. И тогда, знаешь, он не производил впечатления какого-то миллиардера уж точно, ну и вообще какого-то такого человека с схваткой к бизнесу. Ну смотри, ты правильно сказал, что он, конечно, живет в своей вселенной, и, честно говоря, мне очень импонирует его вселенная, потому что, во-первых, это очень скромный парень, ну то есть очень скромный, очень такой сопереживающий любому человеку, такой движимый прям вот очень светлыми идеями, то есть как вот дать людям некий инструмент, чтобы быть более эффективными, быть более, что ли, более, в некотором роде даже более счастливыми. Он реально сопереживает. Если ты знаешь, вот когда начался ковид, и особенно была жесткая ситуация в Индии, он же пожертвовал там почти миллиард долларов, и я просто знаю, что вот ему для жизни особенно много денег не надо, то есть он там питается скромно, значит, одевается скромно, он абсолютно как бы находится вот в идее, как бы вот как мир сделать лучше, да, и он живет этим, и это у него настолько естественно, да, и он настолько с большим уважением относится ко всем, с одной стороны просто, но с другой с уважением, поэтому как бы, конечно, он гениальный человек, просто по всем параметрам, с моей точки зрения, очень эрудированный, даже эрудированный, может, неправильное слово, очень хорошо прокачанный, не только по технологии, там, по программированию, по математике, по каким-то игровым механикам, по экономике в целом, и макроэкономике, и микроэкономике. То есть он как бы, знаешь, вот я просто наблюдал его развитие, по сути, с детского возраста, да, то есть он увлекался какой-то темой, или какая-то тема, первый раз он сталкивался с ней, он все про нее прочитал, и в какой-то момент становился лучшим экспертом, да, вот. Вот. Единственное, наш последний разговор был, он говорит, я небольшой эксперт в политике, вот, но в основных аспектах, в других аспектах жизни, вот, он, конечно, очень прокачанный эксперт. То есть его деньги не мотивируют? Нет, это вообще человек не про деньги. Кто такой Виталик Бутерин, мы, кажется, немножко разобрались, если кто-то в мире вообще может понять гений Виталика Бутерина, ну, кроме идущего к реке, который преисполнился. Я в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь, как эта Земля. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного покоя, умиротворения и вот этой гармонии. Но чем же эфир так крут, что смог потеснить великий и ужасный биткоин? Ну, смотри, надо разделять. Есть технология блокчейн-платформы Эфириум, а есть некоммерческая организация Эфириум Фондейшн, то есть она занимается исследованиями. То есть они, это как бы главный мозг, который решает очень сложные там математические, технические задачи, как сделать так, чтобы технология блокчейн, конкретно вот Эфириум, там заработала, условно говоря, была масштабируема, обрабатывала много транзакций, себестоимость транзакции была бы низкая, была бы высокая безопасность. То есть, чтобы мы не шли на компромисс, когда вот сейчас многие говорят, вот мы быстрее там Эфириуму там сто раз, но они пошли на компромисс, у них безопасность страдает. И это очень нетривиальная задача, по сути они создают вообще совершенно новую прорывную технологию постоянно. И вот эта группа очень умных людей, они как бы занимаются исследованиями. Эта группа финансируется, соответственно, за счет определенного пула эфиров. И, в общем-то, она достаточно небольшая. Я не знаю, сколько человек, но это там может быть около 100-150 человек. Вот такое ядро, да? А дальше, дальше есть огромная комьюнити, я думаю, там доходит до тысячи человек, таких очень крутых специалистов, программистов, которые либо там командами подключаются к решению какой-то задачи. Вот, например, сейчас разработка идет активным образом Эфириум, ну, не хочу говорить 2.0, потому что мы ушли от этой терминологии, но перехода нового Эфириум, Эфириум апгрейд, когда мы переходим на Proof of Stake, так там огромное количество задач решалось. И вот это комьюнити, это сообщество программистов, разработчиков, которые разбросаны по всему миру, они в очень такой скоординированном формате, да, вместе работают, вот, и вот эти как бы решения, вот мы делаем так или так, они обсуждаются в таком открытом, демократичном формате и побеждает то предложение, та идея, которая, значит, которая кажется всему сообществу правильной. Кстати, хороший пример, любой человек из этого сообщества, вообще любой, может предложить какую-то инновацию, например, так появились NFT. То есть там не все идет от Виталика, это не он единый мозговой центр, там есть целое... Он точно очень авторитетный лидер, очень авторитетный лидер, он точно переваривает кучу информации, его мнение сильно к нему прислушивается, но он не является авторитарным каким-то руководителем. Это точно, это совсем другая история. Что собой представляет новый Ethereum? Чем он глобально отличается от других криптовалют? Ну смотри, когда появился первая версия Ethereum, да, и пошло активное развитие, то есть очень большое количество пользователей сети, стали появляться приложения, в том числе и игровые, CryptoKitties, там, или CryptoPunk, и всякие-всякие, вот, то пошла большая нагрузка на сеть. И сразу стало понятно, что... Да и в принципе, и даже до этой нагрузки, когда сеть стала подвисать, уже было понятно, что скорость обработки транзакций, она достаточно медленная по сравнению с теми же, как у Visa и у MasterCard, да, вот, и объем транзакций, которые сеть может через себя пропустить, очень ограничен. Поэтому встал вопрос, как сделать так, чтобы, а, скорость обработки транзакций была очень быстрая, как сделать так, чтобы объем данных, пропускная способность была мощная, и как сделать так, чтобы себестоимость транзакции также была достаточно небольшой. Потому что, когда много пользователей, когда цены пошли на эфир вверх, и нагрузка пошла вверх, а там, чем больше нагрузка, тем стоимость на транзакцию растет. Следующий наш герой Сергей Хитров, основатель компании по листингу криптовых проектов listing.help, криптовалютного фонда jets.capital, но вообще-то ими Сергея скорее на слуху благодаря форуму Blockchain Life. Это одно из крупнейших событий в отрасли криптовалют, блокчейна и ICO на территории России и Восточной Европы, и одно из крупнейших в мире. Ты думаешь, будущее за биткоином или вот за таким сложным, многофункциональным эфиром, например? В будущем будет не только какая-то цифровая валюта, будет очень много различных валют, которые будут каждый выполнять свою функцию эфир, очень классные монеты с точки зрения теста различных каких-то финансовых инструментов. Биткоин ничего не может в этом плане, биткоин скорее будет как средством сохранения денег и средством платежа. Когда мы готовились к съемкам этого выпуска, многие гриптоэксперты советовали нам обязательно позвать кого-нибудь из битфьюри. Битфьюри это разработчик программного и аппаратного обеспечения для работы с блокчейном биткоин. Они делают железо для работы с биткоином, являются одними из мировых лидеров. Их выручка составляет сотни миллионов долларов в год. Основатель битфьюри Валерий Вавилов, уроженец Латвии. В старых публикациях за 2017 год говорится, что компанию Вавилов открывал вместе с украинским предпринимателем Валерием Небесным. Интересная история про Вавилова. Он программирует с восьмого класса и первые IT-проекты появились у него еще в школе. Родители соседского мальчика, который любил тратить их деньжата в игровые автоматы, попросили Вавилова написать какой-нибудь игровой симулятор игрушку и Вавилов взялся за этот проект. Написал такую игру, где соседский ребенок мог просаживать виртуальную валюту, а не настоящие деньги своих родителей. За этот проект Вавилов получил солидный гонорар 20 долларов. В 2000-х Вавилов создал сервис One.lv прототип российских одноклассников. Блокчейну его подтолкнул вышеупомянутый Валерий Небесный, сооснователь Bitfury. Он уверял, что 15 лет размышлял, как сделать что-то лучше, чем интернет. И понял, что в концепции протокола Биткоина реализованы почти все его мысли. Небольшое лирическое отступление. Блокчейн, дословно, это непрерывная цепочка блоков. В этой цепочке содержатся все записи о сделках. В отличие от обычных баз данных, изменить или удалить эти записи нельзя. Можно только добавить новые. Всю цепочку сделок хранят на своих компьютерах множество независимых пользователей. Даже если один или несколько компьютеров дадут сбой, информация не пропадет. Благодаря блокчейну во многих отраслях экономики и государственной системы можно избавиться от обмана, воровства, коррупции и так далее. Это сегодня многие понимают прикол блокчейна. А в далеком 2011 году нужно было быть настоящим энтузиастом и даже авантюристом, чтобы поверить в новую технологию и вложить собственные деньги в бизнес, построенный на блокчейне. Тогда основатели Bitfury вложили 110 тысяч долларов в собственных средств. Пришлось заложить недвижимость, взять в долг у друзей, но биткоин тогда рос как на дрожжах. В промежутке времени он вырос со 100 долларов до 65 тысяч долларов, что обеспечило резкий рост компании. За годы существования Bitfury привлек десятки миллионов долларов. В 2018 году например 80 миллионов долларов от Galaxy Digital Майкла Новоградца. Компанию тогда оценивали в 1 миллиард долларов. В общем, как говорится, хорош болтать. Давайте послушаем, что про биткоин расскажет исполнительный директор Bitfury групп Вадим Крутов. Один из недостатков биткоина считается, что время подтверждения транзакции порядка 10 минут, то есть если пофантазировать, что какая-то страна приняла блокчейн в качестве платежного средства, ты пришел расплатиться в магазин, приложил свою биткоинную карточку и ты ждешь 10 минут. И транзакции довольно дорогие. Так вот, поверх блокчейна, для того, чтобы решить эту проблему, создан протокол Lightning. Lightning позволяет достичь просто невиданных скоростей обработки транзакций и невиданной дешевизны. То есть если Lightning будет внедрен в весь мир, то ни одна другая система не сможет с ним соревноваться ни по скорости обработки транзакций, ни по стоимости этих транзакций. Система, которая и протокол, который обладает потенциалом превзойти, уже превзошла на самом деле визу, MasterCard и другие известные платежные системы в тысячи раз. Порой кажется, часть людей живет еще в 20 веке, а часть людей уже в 22 веке, и люди будущего с завидной регулярностью говорят про некий Web 3.0. Это такой новый формат интернета, где все персонифицировано. Конечно, фундаментальная основа это децентрализация, когда нет центрального органа, который как бы тебя... Допустим, нет YouTube центрального. Нет Instagram, то есть смотри, есть соцсеть типа YouTube, но нет компании, которая может принять решение цензурировать, запрещать что-то, публиковать или отключить тебя от этого сервиса. То есть преимущество децентрализованных соцсетей, несколько. Первое, тебя не могут отключить решением какого-то человека или централизованного органа. То есть это может быть комьюнити, 90% проголосовало, тебя исключили, но не человек, не ограниченная группа людей. Второе, это цензурирование делается комьюнити. Опять же, подавляющее большинство пользователей должно определить правила цензурирования, а не государственный орган или какая-то организация. Третье, тебя за то, что ты размещаешь контент, который интересен людям, вознаграждают в денежном плане. То есть ты как бы, если ты сделал какой-то пост и он стал очень популярным, тебе начисляется токинг или монетка и ты получаешь вознаграждение. А дальше, если ты делишься своими данными, а мы в соцсетях, про нас, если проанализировать наши там активных пользователей соцсетей, если проанализировать профиль, то про этого человека можно все знать. Централизованные соцсети активно этим пользуются и продают это крупным брендам. Но теперь в децентрализованной структуре мы будем бенефициарами, то есть мы получать будем выгоду, потому что мы будем контролировать наши данные. Если мы хотим кому-то как-то их монетизировать и какой-то компании продать, мы можем это сделать, а можем не делать. Поэтому здесь меняется очень много, очень много моментов. Это только один из примеров App3.0. Но есть еще механики, связанные с геймификацией. Например, если я, у меня есть любимый какой-нибудь певец, я его фанат. И вот он решил выпустить новый диск или какой-то там трек. И он говорит, можете профинансировать, обращается к фанатской своей группе. Я могу очень легко и просто с помощью децентрализованных сервисов в музыкальной платформе профинансировать песню или даже сел-альбом своего любимого артиста, стать неким соучредителем с акционером этой песни. И когда эта песня выйдет в хиты и начнет зарабатывать, я могу зарабатывать вместе с артистом. Более того, если я слушаю определенный трек много, потому что он мне нравится, мне еще эта платформа может начислять дополнительный токинг. То же самое в нашумевшее приложение Step-in, например, когда ты покупаешь цифровую кроссовку в виде NFT, и дальше, в зависимости от ее характеристик, в зависимости от количества шагов или километров, которые ты в течение дня ходишь, тебе начисляется определенный токинг. И ты как бы вроде занимаешься своим здоровьем, но при этом еще получаешь денежное вознаграждение и дополнительную мотивацию заниматься своим здоровьем. И вот такие механики, они будут проникать во все сферы жизни, по сути, в любые онлайн-приложения. Криптовалюта вещь волатильная и высокорисковая. Сегодня стоит миллиард, а завтра уже ноль. Но есть и исключения. Так называемые стейблкоины, обменный курс, которых пытаются привязать к котировкам традиционных валют, доллара, евро или биржевым товарам вроде нефти и золота. Звучит довольно надежно, так было до недавнего времени, пока не рухнула нашумевшая луна. Так все-таки, какой толк от этих стейблкоинов? Об этом нам рассказал Никита Овчинник, инвестор и бывший директор по партнерствам OneInch Network. Это такая децентрализованная криптовалютная биржа, основанная на блокчейне Этериум. Для чего нужны стейблкоины и почему они стейбл, если с ними тоже случаются разные крахи? Стейблкоины это одно из, наверное, лучших изобретений, которое было так необходимо нашему рынку и вот в 2017-18 году этого не хватало. Они позволяют людям эффективнее войти и выйти из рынка, не выходя из криптовалюты в целом. Ну вот, то есть раньше, если я, допустим, хочу продать биткоин, то мне, скорее всего, в году в 2016-15, то это все должно было переводиться в наличные или в банковским переводом возвращалось. У этого всего есть огромные комиссии, то есть и сдержки. А когда ты хочешь продать и не подвергаться волатильности, выходишь в стейбл токен и вроде как ты еще часть вот этой экосистемы крипты, но уже не там, если все упадет на 20%, ты не потеряешь. Есть стейбл токены, обеспеченные долларом или какими-то другими активами, акциями, например, USDC, и они надежные, а есть алгоритмические стейбл токены, как, например, Terra. И алгоритмические стейбл токены, они уязвимы, они могут отклоняться, могут отклоняться очень сильно, у них непрозрачное обеспечение и возможные экономические атаки. Будущее за стейбл коинами, как тебе кажется? Будущее действительно, я сказал, будущее за цифровой валютой. Вопрос, какая цифровая валюта будет как единица в будущем мире. Цифровая валюта, ты имеешь в виду что-то типа крипто доллар, крипто евро, крипто криптовалюта, под цифровой валютой можно и биткоин, крипто доллар, крипто рубль, крипто евро, USDT, USDC, что угодно. За цифровыми валютами действительно будущее. Вопрос такой, что сейчас идет сильная смена всей традиционной даже финансовой системы, она по понятным причинам уже немножко подшатнулась, и если даже посмотреть, проанализировать циклы, то каждые 120 лет меняется резервная цифровая валюта. И цикл как бы уже подходит к концу, и вопрос удержит ли доллар свое превосходство, либо это все-таки перейдет на какой-то цифровой вид. Отчего же зависят цены на крипту? Как не потерять все деньги во время очередного медвежьего цикла или краха какой-нибудь стабильной очень популярной валюты? Где искать информацию об этом, проходить курсы или вообще лучше эти курсы не трогать? Давайте погрузимся в экскурс от наших экспертов. Здесь очень важно просто полный анализ проекта. Ну вот как? Первое заходим предположим на сайт проекта смотрим какая команда далее Я никого не знаю какие там мужики сидят. Дальше начинаешь изучать что это за люди какой у них бэкграунд что они смогли до этого сделать был ли у них какой-то опыт в крипте далее проверяешь что действительно есть ли какая-то связь этих людей реально с проектом потому что зачастую мы тоже вот думаем сейчас вложимся в проект потому что там один из кофаундеров достаточно известный человек в традиционном бизнесе и в криптобизнесе а потом начинаешь с ним захочешь на его страницу у него просто банально нет никакой связи с этим проектом начинаешь ему писать здравствуйте вы действительно кофаундер этого проекта он говорит какого хрена меня там вообще поставили на этот сайт то есть иногда многие проекты просто обманывают что ставят каких-то знаменитых людей в сфере криптовалют в сфере бизнеса для того либо там адвайзерами для того чтобы поднять имидж своему проекту потому что люди в крипте в основном доверяют первое проверять команду изучать какой у них был опыт второе дальше смотрим на проект что он будет делать будет ли этот проект как-то применим третье залезаем смотрим токеномику ну то есть токеномика совсем простыми словами это то как распределяются токены допустим у них там будет всего миллион токенов там 10% пойдет команде там 30% пойдет на маркетинг 40% на сейл 30% еще на маркетмейкинг на какие-то еще мелочи будь то адвайзеры либо еще какие-то смотришь внятно ли экономика далее предположим мы инвестфондом часто задаем вопрос проектом когда если мы уже напрямую вышли на разговор задаем правильный вопрос за счет чего ваш токен может вырасти в цене то есть важно получить ответ либо на сайте либо в каком-то вайтпепере то есть это такая скажем так бизнес-план назовем так проекта если он в нем нету ответа то мы часто задаем проект вопрос за счет чего может вырасти ваш токен потому что вроде бы многие крутая бизнес-идея вроде бы все круто а не понимаешь где он будет использоваться если еще особенно ответ мы получаем такой что токен может вырасти только потому что мы его там помпанем то понятное дело что мы зачастую там проходим мимо таких проектов проанализировали токеномику далее смотрим кто у них бэкеры назовем этоization очень простыми словами адвайзерами либо кто им помогает реализации если есть какие-то такие словом совсем простыми бэкеры то есть они могут помочь с биржами они могут помочь с ландшпадами они могут помочь с выходами на какие-то крупные бренды в каком-то классическом мире либо в Крипто мире то есть это те кто может помочь дальше проектам развивать то есть наличие у таких сильных людей тоже говорит о том что действительно проект может хорошо стрельнуть ну и важно тоже вот пронзирует экономик что нет не будет ли там такого что не сто не все могут еще там токенов напечатать и просто взять слить в рынок когда разблокировка это тоже очень важно что потому что вроде бы вы думаете что вы выкладываетесь там на ранней стадии вроде бы все хорошо в этом сможет на этом заработать а потом смотрите что у команды же разблокировка их токена вместе с с вами когда вы инвестируете и в итоге получается так что вы вроде бы вложили должно все вырасти а токен падает в цене ниже плинтуса вы не понимаете отчет происходит как бы команда там не хотела сливать найдется какой-нибудь сотрудник который с удовольствием сольет там свои токены и там заберет сразу кэш очень часто и забудет про проект просто очень часто вот мод как занимаемся выходами выводом проектов на бирже в его проект и он начинает падать и когда нам проект пишет помогите что делать мы начинаем анализировать кошельки и понимаем что у них вестинга нету то есть у них нет никакой блокировок то есть вот они вышли на рынок и удвайзеров сразу токены разблокированы у команды сразу токены разблокированы они просто кто-то из них берет сливает в рынок мы говорим вот смотрите кошельки какие они просто заводят их на бирже и токены просто лют стакану то есть сразу сливают и курс падает из-за чего падает потому что банально проект не предусмотрел какие-то ну совсем очевидные вещи и как бы странно это не звучало в особенно 17 18 19 год этим страдали большинство проектов те кто не выстроили нормальную экономику нормальный период от этой блокировки в вестинга то есть заморозки те страдали то есть потому что кто-то все равно как бы все не договорились между собой ребята не сливаем токены ждем два года ждем пока все вырастет кто-то видит стакан берет туда все сливает роняет курс забирает свой кэш и забывает о проекте но есть еще много других факторов и которых нужно анализировать потому что ты прям расписал целый процесс я не знаю тому можно где-то этому научиться централизованно только курсов вот этих вот продают уже и джейзи сделал и много разных российских там инфоцыган каких-то не инфоцыган действительно там специалистов скам так это еще описал 20 процентов того что мы анализируем что нужно анализировать еще больше надо понимать даже относительно 17 года тех проектов которые запускались 99 процентов оттуда но умерло просто банально 99 процента ну давай вот сравним тогда инвестиции в крипту с традиционными инвестициями у традиционных инвестиций все-таки 99 процентов проектов за последние пять лет не схлопнулись да но в крипте что есть есть гораздо больше иксы как я понимаю да в криптовалютах вы действительно можно заработать очень большие деньги у нас не не единичный кейс когда мы сделала наши инвестиции в каком-то проекте увеличили более чем сто раз стора да ничего это не единичный еще случайно понятно дело что мы много и теряли много и неудачных кейсов но мы стараемся просто анализировать если бездумно во все вкладываться по это дело что можно все потерять важно считать такой момент интересно что в крутые реально крутые проекты сложно войти на ранней стадии то есть если в традиционном бизнесе там люди ходят и говорят но дайте нам денег там на инвестиции в проекту в крипто проекте там докажите что вы нам можете вообще дать ваш фонд лид либо ты там как человек и тогда мы может быть вас возьмем к себе набор с точки зрения инвестиций но это не для начинающих не раньше рассказываешь но надо заходить с какими-то я не знаю сотнями тысяч долларов да не обязательно не вот есть предположим топовый какой он проект он собирает всего полтора миллиона долларов а у него там заявок на полгода ага и он всем дает и локации по тысячи по 2 по 5 по 10 тысяч долларов то есть супер топовый фонд ты можешь получаться зачем так делать можно сразу реализация что децентрализация вот это важно то есть чтобы не было какого-то одного интересанта на который может манипулировать банально потом они это я так у всех по 10 по 20 по 30 тысяч долларов там и так далее то есть там принято тоже там до 50 каких-то там хороших проектов давать то есть у тебя и там какой-нибудь там фонд там на и миллиард долларов ты больше чем на там 50 тысяч какой-то проект можешь не зайти на просто не дают возможность это сделать это за эти 50 тысяч долларов ты должен выполнить он такой набор требований для проекта чтобы просто ему банально как-то в будущем помочь потому что просто так они возьмут как нелегко и звучит но потому что люди сюда приходят почему-то думают этот рынок что здесь все легко что-то закинул бабки через там год уже все у тебя ламборгини хата в сити там понимать что рынок наполнен мошенниками рынок еще наполнен теми людьми которые думают что они реально сейчас поменяют мир создадут проект мы потом понимают что ну он не реализовывается либо нереально его сделать итоги он просто ушатываются ниже плинтуса либо они делают ошибки в токеномике и так далее большинство проектов просто теряются нет человек вкладывает допустим там 50 тысяч рублей своих типы думаю что сейчас он будет миллиона потом становится 30 20 10 и он не продает ждет да блин вдруг отрастет проект справится и потом понимать что его все деньги превратились какие-то просто фантики да у него есть там на кошельке куча фантиков которые просто нафиг никому не нужны к сожалению на рынке криптовалют это случается очень часто и здесь почему очень важно как я говорил анализируя немножко пессимистично отношусь к тем кто дает какие-то курсы точки зрения криптовалют потому что все кого вот я знаю там но знаю большинство самых сильных людей теневых криптоиндустрии и я бы не могу представить что кто-то из них начнет запускать какой-то курс они если нащупали какую-то тему они вообще никому не говорят либо пункта узком кругу между друг другом обмениваются сидят зарабатывают никак не делятся этой информации потому что они зарабатывают на этом хорошие деньги то есть хочется сказать тем кто там обучает на если у тебя там столько информации почему ты сам не применяешь не зарабатываешь да есть такие там предположим вроде практики но еще не подрабатывают там что дают какие-то курсы и с точки зрения там заработка на криптовалют такие есть их немного считаю что лучше как бы это странно не звучало ходить посещать какие-то отраслевые мероприятия по всему миру предположим приехать там на какой-нибудь крупную конференцию в сша в европе там дубай там за это же тоже россии и банально в кулуарах узнать там больше информации как чем человек который даст информацию там продав какой-то курс за 20 тысяч рублей то есть и надо здесь понимать что надо ехать в поля короче да надо ехать в поля и практика и знакомство и ответы на свои вопросы на крайне можно просто подойти со спикерами поболтать они тебе скажут все как нужно то есть я для меня лучший эффект с точки зрения образования всегда это живое общение нетворкинг я часто езжу по миру посетил уже все возможные крупнейшие крипто мероприятия где-то там что-то слышали потому что зачастую происходит так там день в куларах какой-нибудь топовый криптан мировой сказал что-то интересное а спустя там месяц-два это уже он объявляет где-то там на свой там в своем твиттере где-то в выступлениях и так далее а когда увидим что он объявляет на это об этом знали там месяц-полтора назад и понимаем что предположим какой-то токен может упасть в цене банально от новости которые он сейчас скажет мы все продаем и понимаем что мы этот токен больше уже не хотим держать еще одно словечко из мира криптанов binance это на русский манер если правильно топ-байнанс это самая большая популярная в мире крипто биржа созданная китайско-канадским айтишником чемпайн мчао более известным в криптомире под псевдонимом си зи зи родился в китае его мама работала учителем а папа был профессором с докторской степенью после семья зи переехала в канадский ванкувер первое время с деньгами приходилось туго будущий создатель крипто бирже продавал буггеры в макдоналдсе а темными ночами подрабатывал на заправочной станции после дела немного наладились были курсы программирования в средней школе стажировка в компании занимающейся разработкой html в монреале затем стажировка в японской компании связаны с тренингом все долгое время занимался разработкой программного обеспечения для торговли фьючерсами на уолл-стрит в 2005 году он покинул руководящую должность в блумберг трейдбук фьючерс и переехал в шанхай где основал компанию фьюжен систем в 2013 году си у компании битнеси чайна бобби ли и его инвестор во время игры в покер посоветовали связи вложить 10 процентов своего капитала в биткоин чтобы разобраться связи так и сделал чтобы поиграться а через год игра затянула и он уже продался свой дом в шанхае и все деньги вложил в биткойн в том же году связи начал сотрудничество с компанией блокчейн . info в качестве директора по технологиям байнер появился в 2017 году в рамках айсио было привлечено около 15 миллионов долларов что вообще не так много если сравнивать сегодняшней капитализацией уже в январе 2018 года байнер вышел на первое место среди криптовалютных сервисов обмена по объему торгов сегодня состояние сези оценивается примерно в 17 миллиардов долларов в главной криптанской соцсети а именно в твиттере на него подписано более 8 миллионов человек основатель байнер сосредоточен на проникновении криптовалют во все слои общества от простых людей до селебрити и политиков в январе 2022 года директором российского представительства байнер стал владимир смеркис мы встретились ним после того как байнер сообщила запрете на участие в торгах пользователям из россии размер депозиты которых превышает отметку в 10 тысяч евро поговорили не только об этом но и о том как попасть в мир крипты в такое сложное время и не потерять вложенные деньги мему мем есть бомжом на лавочке которая говорит купил доллар по 140 и вложил в крипту и в итоге вообще все просрал как себя спасти от такой ситуации я думаю что и так не сделал кстати я так не сделал я не могу инвестиционных рекомендаций давать да но я считаю что необходимо ну во первых достаточно небольшой небольшую долю своего капитала в криптовалюта инвестировать если вы вообще говорите о начале делать это совершенно там с кем-то смешными деньгами делать пробовать несколько тысяч рублей да ну условно говоря да то есть вы вполне можете это сделать попробовать что-то купить продать по понять как это функционирует как можно это вывести как это можно завести попробовать независимые кошельки попробовать централизованные биржи попробовать посмотреть на нефти рынок условно то есть начать разбираться в этом во первых не ни в коем случае не брать кредитные средства не брать заемные средства то чтобы инвестировать в крипту потому что это высокорисковый актив очень маленький процент своего общего инвестиционного капитала когда ты можешь инвестировать куда-то вкладывать криптовалюты и не торопиться не поддаваться конечно вот паническим продать им а там машину и все вложить в крипту это глупое решение я считаю что недальновидно если одна из 200 машин у тебя то почему бы нет но если ты это единственная машина который ты зарабатываешь деньги то я как бы думаю что это не недальновидное решение вот люди которые включили наш ролик они наверное хотят понять где же все-таки брать информацию потому что сейчас столько как говорят в крипто мире скама вопроса всякого зашквара позора там и недостоверной информации вот как идти на ощупь кого читать где взвешенные оценки где будет там условно говоря что-то более-менее рациональное потому что уже есть курсы как заработать над bitcoin чеках от бывших инста моделей которые до этого рекламировали бренды и сейчас им нечего делать они вот рекламируют заработок на крипте я вижу что на это огромный спрос и естественно все хотят заработать на лохах как можно больше это абсолютно нормальная ситуация для любого бизнеса кого ты можешь посоветовать что выделить ну я бы сказал что прежде чем во что-то инвестировать принципе это правило касается и фондового рынка наверно тоже нужно хотя бы немножко понимать в индустрии понятно что если ты там покупаешь акции какой-нибудь нефтедобывающей компании наверное ты не будешь знать как называется оператор какой-нибудь машины который занимается бурением земли да но тем не хотим понимать верхнюю от чего может это зависеть от мирового спроса там и так далее криптовалютах то же самое это технологические продукты да то есть любая крипта любая криптовалюта токен или любой блокчейн несет за собой какую-то определенную цель например эфириум занимается тем что на его базе ты можешь создавать смарт-контракт то есть ты на базе эфириум может создавать свою криптовалюту и так класть туда определенные правила ставить в своей криптовалюте определенные правила по которым она будет функционировать там убей изди например это просто стей был coin который всегда должен быть равен американскому доллару и так далее необходимо в этом разбираться но кстати у нас там есть много на эту тему ресурсов байнерс делает и ресерч свой есть байнерс ресерч которые регулярно выпускают отчеты о разных блокчейнах разных криптовалютах есть байнерс академии то большая энциклопедия знаний и готовится большое количество курсов дополнительных почитать вообще о том что такое метавселенная дан при многими вас это бесплатный сервис это бесплатно это бесплатно сервис байнерс академии ты заходишь и читаешь там езды начинающих и для среднего уровня есть для продвинутых людей там есть информации конкретно криптовалютах и направление их деятельности дальше конечно нужно действительно правильно сказал что есть много ресурсов которые пытаются запутать есть платные я не знаю сигнал сигнальные группы где-то платишь какие-то деньги тебе дают рекомендации торговые я считаю что каждому человеку необходимо выработать свою торговую за эти не стоит как вот ты считаешь я считаю что нет я не я считаю что нужно разобраться прежде всего вообще о том что это такое вот если ты идешь в какой-то новый токен или в каком-то видео участвуешь на ланч пэдди в том числе байнерс покупаешь какую-то монету тебе нужно понимать вообще что что эта монета делает как бы так ну то есть почему у нее есть какой-то потенциал безусловно есть там огромный реестр того каким образом можно анализировать проекты можно смотреть на команду на социальные сети смотреть на то каким образом какие фонды и когда инвестировали в этот проект есть большое количество ресурсов в том числе и в россии которые пишут которым можно доверять по не менее на котором мы доверяем и например forbes например делает отличные колонки есть коиндеск есть коин телеграф то есть все как везде надо потратить время сесть конечно же да есть такая категория launchpad где запускаются как раз launchpad и launch pool где запускаются новые токи но у нас например был было за последний год 4 запуском для спортивных токенов это были латсу команда команда одна из команд формула-1 еще несколько футбольных команд они запускались они показывали достаточно ну хороший кратный рост понятно что это не является гарантией того что все монеты выпущены на байнерс они пройдут но будут расти существенно да и на этом можно быстро обогатиться быстро заработать тем более там есть у нас определенная система как это работает мы не даю не даем людям возможность безграничного безграничной покупки этих монет для меня гарантом качества является то что появляется таких крупных больших площадках которые проводят свой due diligence например который проводит свою свой research на тему того соответствует проектам требованиям не являетельным скамом какие фаундеры там и так далее ну помимо наших есть большое количество фондов которые делают аналитику и research и в том числе там из классического сектора бывшие игроки которые там решили зайти в крипту где смотрят вообще на категории которые будут до которые обсуждают насколько гейминг гейминг или game файл например будет актуален в ближайшее время на что что может произойти с рынком и нефти да вот картинки уже скучно теперь это игровые объекта что это если эти игровые объекты можно покупать в складчину например есть там разные проекты которые позволяют в складчину купить одну и нефтишку вот читая такие отчеты в том байна с ресерчей фондов различных и средств массовой информации которые чуть раньше говорил и там coin desk какой телеграф это могут быть можно понимать куда рынок идет опять-таки это не перестает быть менее рисковым просто это проходит через определенный через определенная сита через определенный фильтр профессиональных игроков на рынке которые говорят да вот этот проект достоин быть здесь как это работает с моего дилетантского взгляда для существует компания пустышка 0 и дают название идею напичкивают ее смыслами маркетингом каким-то как в творчестве контент рекламируют приходят 1 тысяч человек 2 тысяч человек весь этот пирог раздувается растет 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 капитализация растет туда приходит еще больше людей потом тренд резко уходит и она постепенно падает и твоя задача успеть на росте туда войти и на самой высшей точке выйти но совершенно непонятно как это делать то есть надо постоянно про это читать понимать то есть вот как правило ты говоришь о новых блокчейнах да если мы вспомним например айси эфириума на все и фильма по моему по 11 центов эфириум торговался вот сегодня он там торгуется на уровне там нескольких тысяч долларов и тысяч долларов то есть ну рост колоссальный очень хериум очень 10 лет существует ну практически есть там bnb например монета которая продавалась на еще в семнадцатом году когда начинался байонс например на тоже было непонятно что из этого на тот момент наверно многим игрокам что из этого вырасти да мы видим во что это выросло и насколько вырос например bnb но было еще тысячи проектов которые как бы тоже казались перспективными может быть даже маркетинговой точки зрения казались очень интересными но они просто упали на девяносто девять и девять десятых процентов и вот ты начал говорить что все выглядит так что ты создаешь пустышку и просто на пик напички выше и маркетинговым смыслом но то есть например тот же самый бен бичейн и бенби монета наша до к примеру я на нашу заново и серьезная комбинация виталик бутерин уже большая корпорация биткоин большая карпа ротаха вот кроссовки вот эти стпн какие-то красоты сейчас расскажу какой там смысл там нет никакого смысла кроме маркетинга и я я за эти люди там павел воля ходят их рекламируют вне зависимости какой у вас телефон заходить качать предложения ходим вместе народ я сейчас расскажу тебе просто и и на эфириуме и на бенби че не люди создают большое количество проекта то есть идут экосистем в чем экосистемность почему тебе как мы экосистему что они создают нас на базе блокчейна бенби чейна например или на блок на блокчейне эфириум создают свои проекты ты можешь создать свою биржу или свой нэфти marketplace на базе бенби чейна можешь создать его на базе эфириум network и так далее то есть важно не столько напичкать смыслом и сказать что ребят это классно полетит вот с нами известный российский рэпер уехавший ты покупаешь и нефти кроссовки нэфти кроссовки и бегаешь все ну вот ну по-настоящему бегаешь не в игре а вот так вот это не только это важно насколько там куча проектов которые сами по себе будут являться по таскать в двигателями роста с чего стоит начать этот путь вот изучение крипты могу сказать надо купить крипту звучит это может быть глупо но я рассказываю про себя в интернете очень много информации про крипту вы уже в очень много до всего много на youtube заходишь ролики на любой вкус и цвет но людям не интересно это смотреть недостаточно мотивации по что это новая тема надо реально включить голову и немножко повариться в этом как правило я уже заметил что с первого раза не все понимают есть надо просто там какое-то время дать этим знанием устояться и вот чтобы было интересно это поглощать я считаю стоит инвестировать в bitcoin неважно сколько то есть каждый должен для себя эту сумму определить собственно сам но эта сумма должна быть такой которую с одной стороны можно потерять и в твоей жизни ничего не изменится но с другой стороны ты не должна быть суммы там условно в 1 доллар на которой тебе без разницы должна быть существенный но не критичный часто это выглядит так что есть хорошая команда ребят из пиара маркетинга рекламы которые придумывают какой-то яркий проект который очень вкусно клево выглядит и раздувают его популярность в него начинают приходить новые 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 люди за счет этого он растет а потом мы просто перестает быть популярным и сразу падает 90 процентов таких проектов на рынке которые обещаниями и различные различным маркетингом закачивают токен деньгами то есть в плане того что туда начинают люди хомячки назовем так нести деньги думаю о смотрите какая новость о смотрите что они делают посмотрите как круто начинают вкладывать 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 курс растет 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 а потом кому дальше покупать и на это за счет у меня кроссовки степан это же похожий проект кроссовки но у них хотя бы есть какой-то продукт но с контакт что касается вот этой темы муфтор она в конечно же скорее всего будет жить достаточно может жить долго но большинство проектов и под 98 проект в ближайшее время там лишь какие-то годы умрет почему потому что у многих нет экономики то есть так и номика так построена что она живет за счет новых пользователей то есть вот кто-то ходит там и так далее кто им платить деньги зачастую платить деньги ну те кто заходят новые пользователи которые будут покупать эти коржа они но это есть пирамида опять же если же проекты будут решать вопросы с точки зрения того что им платить будут скорее там я не знаю какие-то бренды с которыми они будут коллаборироваться либо еще что то когда будет вопрос решен у многих каких-то таких тут проектов по принципу turn то есть что-то делать зарабатывай когда будет именно рассчитана нормальная таки номика нормальная модель то тогда будет проект долго существовать надо понимать что все подвержено трендом рано или поздно там тренды могут закончиться рано или поздно там новое вливание могут закончиться это просто все может упасть ниже плинт большинства проектов нет реальной таки номики и реальная тема почему это может жить там хотя бы 45 там 10 лет есть проекты которые будут решать этот вопрос точки зрения коллаборации с брендом действительно пока ты ходишь будет тебе там платить за это бренд на этом заработать можно будет конечно можно и только вопрос такой главное вовремя от эту но оттуда выйти потому что иначе можно остаться банально ни с чем сегодня можно быстро сделать 10x что для этого нужно или это все то же самое что с традиционными инвестициями где надо долго разбираться ошибаться и все не так легко суши на халяву сделать 10x можно если вы очень фартовый просто отбалды как казино как казино 100 до принципе это можно но надо прям как казино быть просто фартовым это вы один раз сделали а потом два раза вы их профукали да то есть вот вот мое мнение что здесь как в традиционных инвестициях надо разбираться в вопросе очень глубоко понимать матчасть то есть ну например надо очень хорошо уметь делать фундаментальный анализ проекта крипто проекта что за продуктовая идея насколько она востребована будут людьми а что как бы вообще проект предлагает и так далее так далее в какой он стадии находится с нормальный фундаментально на 2 конечно делать технический анализ уметь с точки зрения а по какой оценке когда лучше войти в это для новичков такое знаешь обманывают же таких людей кто вообще ничего не понимает в этом я не знаю как можно безопасно инвестировать в крипто активы чтобы заработать с высокой вероятностью хороший пассивный доход или даже хорошие x и если ты профан не разбираешься вот а это вообще сложно сделать в таких инвестиций как недвижимость это еще сложнее сделать инвестициях фондовый рынок это еще сложнее чем как бы в крипту но сейчас просто беда зланируйте что внимание крипто это типа так легко кто-то нажимает на кнопку деньги и все получается но как тебе сказать ну не совсем конечно так легко с одной стороны для того чтобы разобраться как инвестировать туда и главное делать такую стратегию ходом когда ты формируешь инвестиционный портфель в среднесрочную долгосрочную перспективу а не гоняешься за 10 x здесь и сейчас в принципе там ничего такого сложного нет когда ты ну делаешь такой простой инвестиционный портфель вкладываешь наиболее надежные валюты и не играешься как в казино потому что многие конечно x10 x50 за месяц это казино поэтому очень спеш очень важно понимать что под капотом я просто я не понимаю как люди не разобравшись смогут успешно инвестировать они обязательно попадутся на что-то просто следовать советам человека который на в инстаграме в соцсетях ведет себя так напыщенно да уверенно и там я не знаю мне очень нравится аналогия с рекламы казино три топора жми сюда сруби бабла ну как бы понимаешь это вот из этой истории здесь надо разобраться ну вот можно смотри если просто хотите поиграться в эту игру чтобы разобраться но вкладывайте там не больше десяти процентов своего ежемесячного дохода ну просто ради прикола да хороший вообще способ начать да это хорошее потому что ну надо открыть кошелек надо как бы открыть аккаунт на бирже надо купить валютку надо поинвестировать посмотреть куда она идет от чего зависит успех того или иного токена тут довольно много факторов не все они предсказуемые и там видны с первого взгляда но в первую очередь за любым токеном должен быть сильный продукт да то есть какой-то протокол приложение что-то что пользуется спросом и вот есть органе ну вот пользователи до настоящие живые это первый элемент второй элемент что у токена должно быть какое-то применение большинство токенов сейчас они главная их фишка они дают право влиять на протокол ну то есть например вот я хочу чтобы добавили какую-то функцию да и я могу написать предложение проголосовать за него своими токенами позвать других ребят у которых есть тоже токена чтобы они проголосовали поддержали и тогда команде проекта ничего не остается делать кроме того чтобы от внести вот этот апдейт вот например если бы мы в instagram хотели добавить я не знаю там стену как вконтакте мы бы могли пойти на форум и если бы большинство или какой-то ну вот определенный кворум проголосовал за то что это действительно реальная функция пользователям это надо то вот вот это пришлось бы реализовывать какой лучший вот способ себя в это втянуть купить крипту или что а купить крипту это хороший шаг но он не должен стать главным потому что это не дает такого понимания там о процессах внутри компании мне кажется вообще вот лучше всего прочитать вот я дам хорошую книгу гай кавасаки да у него есть книга про стартапы кажется 2015 года и все что он написывает в ней про то как создаются там новые компании какие проблемы они проходят как нанимать сотрудников вот это очень хорошая штука что поможет людям погрузиться но искать проекты вот например есть немного ресурсов которые показывают кто недавно привлек инвестиции если проект привлек инвестиции от хороших фондов значит фонда сделали по ним проверку и они там талантливые порядочные честно этом эффективное да значит у них есть деньги деньги на то чтобы нанимать персонал и как бы расти и значит что потенциально там очень большой рынок который можно занять если у проекта все получится то это будет какой-то успешный кейс который может гордиться какие сегодня самые интересные проекты ухе только на самый интересный я знаю вот все все проекты которые вы услышите в сегодняшнем интервью не является инвестиционным советом рынок супер волатильной и иногда то есть очень непредсказуемый такой дисклеймер да 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 это прямо сков для любого интервью или публичного выступления мне нравится проекты на которые я я очень не люблю риск да то есть мне хочется верить что все можно взвесить и максимально там себя обезопасить и мне нравится вот проекты которые уже добились определенного успеха например юнисвоп да юнисвоп это самая большая самая большая децентрализованная биржа и у них ну феноменальный трекшн они через свои смарт-контракты пропускают порядка там несколько миллиардов долларов в день объемов да ну скажем от одного до двух в зависимости от рыночных условий это как они начали свою историю когда один разработчик до увидел вот неэффективность рынка и написал продукт получил инвестиция от лучшего фонда под названием парадигм очень впечатляет вот есть юнисвоп да есть пожалуй сейчас подумаю ну не из блокчейнов до layer one только dot хорошая только dot пытается сделать блокчейн для блокчейнов потому что в данный момент допустим эфир и bitcoin между ними нет прямой связи или между эфиром и соланой да вот это другой блокчейн который пользуется определенным хайпом спросом и вот только dot создает систему пара чейнов до в которых которые многие могут подключиться взаимодействовать один из сооснователей эфира гевин вуд является основателем только dot а или одним из сооснователей и ну вот технически от разных разработчиков я слышал что это вот ну потрясающий продукт вот потом ну мне нравится что-то ближе где файда дефай это децентрализованные финансы это финтех на блокчейне то есть все те же самые штуки которые появляются финтехи до доступ там к удобным инвестициям в акции какие-то опционы фьючерсы деривативы страхование все вот такие классические финансовые инструменты институты переносятся на смарт-контракты и на смарт-контрактах там невозможно ничего скрыть это все записано в коде и вот например есть протокол компаунд если я или ты захотим там взять деньги в долг до какую-то криптовалюту то у нас будет одинаковая процентная ставка а вот если мы с тобой пойдем в банк в любой банк то они будут проверять нашу кредитную историю и там одному человеку могут предложить одно а какой-нибудь допустим компании совсем другие условия и вот в децентрализованных финансов это все более честно более открыто ничего не скроешь рынок развивается волнами да если там 2016-17 году был бум инвестиций в майнинг то 2000 например девятнадцатом двадцатом пошел бум инвестиций в nfc соответственно наверное если говорить бум крипты под бумом крипты в каждый момент времени понимается бум того или иного сектора в крипте куда инвестируют криптаны последний год но это действительно это nfc и это разные токены коих сейчас стало появляться очень много все вы слышали про там шиба и ну которых качал активно маск додж коэн и так далее и так далее вот наверно бум бум он в тех областях уверен многие из вас слышали про и нефти ведь недавно еще с каждого утюга трубили в и нефти зарыты быстрые легкие а главное большие деньги и правда и нефти первой волны резко росли в цене работы продавались даже за десятки миллионов долларов но хайп как это с ним часто бывает прошел интерес поугас цены упали и кажется тема и нефти вообще сдулась и сошла на нет но так ли это на самом деле и нефти уже вошел в какую-то такую более консервативную спокойную фазу потому что когда мы делали про это фильм были вот эти невероятные продажи бипл там за какие страшные десятки миллионов долларов сейчас я уже вижу что и нефти вот на нашем российском рынке стали заниматься инста модели и кто только не делают эти первые и нефти чего-то там и все говорят я тебе как они самые первые сделали это вы нефти и все такое и ты думаешь ну да как то это меня хотят развести не не ну я считаю что конечно и нефти точно не не умерла например за последний год за 2022 год видно что как сильно и нефти зашло в игры и даже еще большое количество и нефти мощных проектов от три пола и студий три пола и игр вернее еще не вышло да то есть больших мощных ресурсных таких игр с большим количеством работы которые нужно было положить а мы знаем что там требуется годы на разработку и на графике и всего остального а я просто еще даже не вышли и в принципе сама тот о чем чуть раньше говорили сам принцип владения например в игровой индустрии своим объектом будь то куртка земля персонаж он тоже еще до конца так сказать не стране не не реализован заработать деньги на и нафте наверное сложно по по крайней мере простому пользователю потому что нужно опять же очень глубоко разбираться в этой истории и искать проекты которые только-только появляются то есть на раннем этапе что-то купить что потом может перепродать потому что наверняка если вот вы слышите что там крипто панки идут вверх или еще что то то это уже скорее всего лучше с ними случилось да ну то есть какой-то уже был громадный скачок однако и нафте это классная вещь для всего блокчейна потому что пользователи понимают вот обычный пользователь который мне близко криптовалюта и которые там не совсем понимают ради чего она они понимают что вот и нафте это твое право собственности на там картинку на и еще какой-то там твида и мы видим что простые люди им нравится обновить аватары в твиттере да с помощью нафте еще как-то поучаствовать игровое сообщество да то есть что они хотят чтобы игровые предметы могли быть на блокчейне их можно было продавать покупать зарабатывать на этом возможно даже спекулировать поэтому вот и нафте используется или будет использоваться в основном для этого и идет хороший приток органические простых людей которым в принципе был до блокчейна ну не очень интересно не парцы конечно все наши эксперты люди опытные в крипте не первый день но инвестируют ли они в крипту сегодня в такое нестабильное время в крипто зиму и пользуется ли они криптой в обычной жизни об этом мы поговорили с ребятами из компании via protocol они создали аналог мастеркард для децентрализованных платежей в криптовалюте серафим кораблев и даниил охлопков создали крипто блокчейн стартап который позволяет при оплате товара или услуги переводить одну криптовалюту в другую он находит наиболее выгодный способ поменять токены подобно авиасейлс компании агрегируют децентрализованные обменники чтобы найти наиболее быстрый или выгодный путь обмена я все оплачиваю в крипте у меня есть тренировки по серфингу которые плачут в крипте дома оплачиваем в крипте переводы родителям я делаю в крипте уже личные средства тоже ты считаешь что более надежно чем банки европейские российские американские любые это просто удобнее и меньше комиссии быстрее переводы когда у тебя есть счет в сша тебе надо перекинуть кому-то на счет в индонезии а потом кому-то на счет в россии это гораздо быстрее удобнее сделать здесь в индонезии есть биржи которые обмениваются просто на банковские переводы в индонезии уже можно там банку кола оплатить крипто и то есть там стоят обменники в городах нет еще здесь есть аналог киви российского который пополняется ты сам инвестируешь в крипту я очень плохой инвестор да то есть каждый вот именно даже не инвестор я очень плохой трейдер то есть когда я потому что то покупаю вот например а вот искренне могу сказать что я видел когда эфир стоил там три с половиной тысячи долларов я думал что блин очень как бы люблю эфир да классная штука я там что-то себе немножко купил сейчас цена 1080 по моему да то есть он упал больше чем в три раза то есть я не трейдер и более того я знаю мало примеров когда кто-то именно будучи трейдером и вот вот инвестором в эти штуки смог очень много заработать и это как-то его поддерживал на долгосроке но я видел много примеров когда люди работают в индустрии когда они там набиваю делают себе портфель знакомиться с новыми людьми развиваются как профессионалы и вот добиваются успехов вот криптовалюта лучше купить да там и не трогать там до следующего хорошего цикла на чем же там зарабатывают тогда люди откуда вот этот стереотип что там все дико богатые в дубаях на арендованных ламборгини или не арендованных ну это кстати очень негативный стереотип мне кажется он вредит самой индустрии даже вот я лично вот раньше когда слышал про это относился к этому негативно это видать какой-то естественный природный такой аспект были люди которые услышали как-то и смогли очень рано попасть во всю эту историю однако большинство этих людей они не были там супер профессионалами и они наверняка не реализовали максимум своих возможностей то есть ну вот истории того что кто-то купил bitcoin по 100 долларов а потом смог выйти по 20000 в 2018 году их почти нет очень тяжело вот этот тайминг правильно и сопоставить например когда рос эфир да и он стоил там 300 долларов 2020 году и потом когда он стоил 1800 есть допустим основатель унисвопа потрясающего проекта и у него есть кошельки которые все знают и видно было как он по 1800 этот эфир продает а буквально через два месяца эфир стоил 4000 долларов это к тому что вот никто не знает куда пойдет рынок и даже такие профессионалы там наверное я не знаю сколько у него активов да но он создал единорога и там одну из лучших компаний на рынке и вот он ну вот вот может быть не совсем оптимально входил и выходил из рынка мы встретились с одним из первопроходцев в мир крипты в россии с марией агроновской мария член экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн технологиям в госдуме юрист в сфере финтеха и блокчейна когда вы узнали вообще про крипту когда я знаете динозавр я муж конечно так и не выгляжу но тем не менее с апреля десятого года ко мне пришли молодые люди которые впоследствии стали участвовать в битфьюри и спросили а как мария алексеевна можно легально крипту и торговать в россии я до сих пор не могу дать им окончательного ответа уже 12 лет но надеюсь что скоро мы ответим на этот вопрос вы сами инвестируете в крипту да как обжигались вы знаете да я не обжигалась я просто спокойная человек не нервный ну потеряешь потеряешь и относилась изначально к этому как к некой игре так скажем только поэтому заработала и соответственно те кто носился и нервничал ну вот это побежали падает продать растет купить наба или наоборот пытаться отогадать как бы когда что будет это также как форекс вот ну не отличается с точки зрения рисковой составляющей или как в казино люди играют надо предупреждать о рисках они вот так скачет эти курсы появляются новые валюты вот луна была еще какая-то и самое смешное вот один раз обжигалась вложила там 10 тысяч евро в проект который делали люди с огромным опытом я их очень хорошо и давно знала с огромным опытом в области телеком они строили на блокчейне определенную систему с мессенджером там скажем так классный проект и команда у них офигенная и миллион долларов маркетинг вложили все накрылось метным тазом но это нормальный мой риск я понимала что это рисковый актив а другие которые вообще неизвестно откуда какие просто кулибины там забрели некий новый блокчейн у них прет все это до сих пор и они укрепляют свою систему она работает и так далее но моя рекомендация относиться к этому как к волатильному рисковому инструменту примерно как казино если вы инвестируете именно в курсы криптовалют покупайте bitcoin или там стейбл коины какие-то сейчас я ничего не делаю сижу себе сижу сейчас как говорится многие покупают потому что курсы низкие да я жду пока в россии можно будет через российские обменники продавать за рубли твой самый большой стресс за время работы с криптой до стрессов вообще очень много было вообще стрессовая история если честно но тут подходит выражение любишь биткоин по 65 люби по 20 например то не портцы ну вот друзья что такое крипта и как не потерять деньги при покупке и и мы вроде более-менее разобрались но как создать свой крипто проект какой бы вы дали совет людям там ребятам которые нас смотрят чтобы создать приложение важно начинать с проблем которые сейчас волнует крипто найти в пользу ли они просто два полиции которые в основном пользуются долларами надо решать проблему которая уже горит и да для этого нужно сначала очень глубоко погрузиться в индустрию понять что болит и только после этого решать какие-то проблемы не пробуя просто перенести какой-то там сделать marketplace где можно оплатить только криптовалюты это не такая большая проблема и сейчас она не так актуальна а чтобы найти такие проблемы я бы советовал углубиться в твиттер найти профили разных проектов популярных валютей и профили их основателей сотрудник и очень часто такие люди просто публично говорят у меня вот это болит сделайте пожалуйста кто-нибудь из этого продукта я готов платить и очень много в твиттере также подбор того что можно сделать мире в 3 что было бы реально полезно криптовалют это максимально открытая среда то есть если мы напишем сейчас основателю там инстаграма вот сапа или каким-то более мелким стартапом навряд ли они выйдут и будут там разговаривать или дадут обратно связь полом сообщения не заняты да а в блокчейне есть институт сообщества до комьюнити которые общаются в телеграме в дискорде в твиттере и основатели ну должны поддерживать с ними диалог они получают ценнейшую обратную связь они делятся идеями если что-то идет не так то люди сразу же там скажут и от один из лайфхаков ники в твиттере до разных проектов фондов основателей соответствует ником очень часто этих же людей в телеграме да то есть если мы видим там такой то такой то человек из такого то такого то фонда вот его twitter handle то можно вставить этот handle в телеграм с высокой вероятностью ты попадешь на него и можно ему прислать вот короткое сообщение со ссылкой на свой проект если он зайдет и увидит что у вас там 5000 пользователей в твиттере какие-то метрики которые не поделать да там по объемам или еще чего-то то он как минимум может заинтересоваться и скажет либо вам еще рано либо круто давайте созвонимся либо еще что-то но при фондрейзинге не нужно бояться отказов не нужно бояться игнора это такая вещь которая количество переходит в качество и кто-то потом будет вот этот сильный химия connection и он как бы поверит и инвестирует не портцы нынешний кризис сильно повлиял на все сферы экономики и мир крипты не стал исключением на момент съемок этого выпуска мы находимся как я уже говорил в крипто зиме хотя многим ошибочно казалось что крипто станет спасением такое нестабильное время какая сейчас целом ситуация на крипто рынке потому что вот в конце февраля когда началась спецоперация было так но популярно я считаю что надо значит все деньги вкладывать в крипту потому что это там надежнее все такое а потом рынок тоже упал что происходит сейчас там последние несколько месяцев так не давай разделим потому что криптовалюта как средства взаиморасчетов между гражданами в разных странах она осталась рынок упал по другим причинам рынку пал в принципе потому что сначала он быстро рос за того что печаталась очень много американских долларов и люди понимали что их надо куда-то вкладывать вот что надувается пузырь соответственно вкладывали очень сильно в крипт в криптоактивы вот но фрс поменял стратегию и стала собственно повышать процентную ставку изымать часть долларов из оборота таким образом и собственно крупные киты как я сказал инвесторы они стали в этой ситуации забирать значит деньги с ну скажем так более рискованных активов там высокотехнологичных компаний на nasdaq из криптоактивов и соответственно возможно перераспределять какие-то более гарантированные не знаю государственные облигации да там где процент муж там не сумасшедший но если там он пять процентов с ломали 7 но это гарантированно государством это выгоднее или просто держать кэш и многие держат кэш или в золоте да вот поэтому это был первый большой триггер вторые дам было 22 провальных таких проекта сначала это была луна блокчейн да и и цель сельсиус вот собственно луна в какой-то момент по входили даже в топ-5 криптовалют если не ошибаюсь десятки ну десятку да они капитализации да вот и это кстати очень хороший пример который показывает что люди до конца не разбирались когда инвестировали в этот проект где у нее есть уязвимость и уязвимость этого проекта была то что вот этот юст который якобы стейбл коим до который как бы должен быть привязан доллару не должен колебаться он на самом деле обеспечен работой протокола децентрализованных финансов анкор да то есть если он работает зарабатывает там какой-то прибыль или там процент то типа в этот и в этой механике в совместный этот стейбл коин работает вот а если ликвидите провайдеры то есть люди которые в этот протокол приносит ликвидность вдруг ушли из этого протокола то он ничем не обеспечен и вот какой-то момент ликвидите провайдеры они покинули собственно забрали свои деньги из этого протокола и все стало там рушится как карточный домик вот это раз и собственно и это был шок для отрасли как так топ-10 там да как бы монетка которая входила в топ-10 считалась такой крутой перспективный вдруг вообще рухнула там чуть ли не в полный мусор что не полный ноль вот а вторая история это вот уже celsius который да тоже перспективная такой монетка проект вдруг тоже как бы рухнул и там вот это был такой шок вообще общая такая нестабильность непонимание куда мир движется тоже не придавала оптимизма до инвестору куда вкладывать поэтому я думаю вот это все это так сработало ну и честно сказать вот эта цикличность если ты посмотришь за последние там 11 лет как капитализация крипто рынка росла она вот росла такая у такой сумасшедший рост он такой раз резкая коррекция чем мощная первый раз было потом опять второй раз рост намного более высокие до показателя потом коррекция причем коррекция мощная но все равно обычно не ниже вот этого пика ну иногда ниже вот но опять потом рост и вот лето обычно лето как раз это такое время коррекции да вот и собственно я думаю еще сезонность такая определенная сработала вот наложилось на эти факторы и вот мы видим коррекцию но коррекция обратите внимание она не такая мощная как было вот три как три года назад когда была началась крипто зима на полтора года то есть реально уровень сопротивления у криптовалют очень мощный сейчас то есть они в процентном соотношении не падают круче чем некоторые nasdaq да а тикеты то есть некоторые компании технологичные которые нас даке я смотрю там 70 процентов и 90 процентов коррекции было на nasdaq и ряда компаний причем таких достаточно известных вот и я так сравниваю так смотрю там 70 90 тут тоже где-то 50-60 некоторых до 90 тоже ну как бы мы так уже с поставим до сопоставим и да это это большой плюс то что раньше три года назад блин там крипто летала прям капитально там сломать полторы тысячи долларов за эфириум там я не помню за какой за три месяца что ли за четыре месяца она упала там мне больше за 6 месяцев до 80 до полторы тысячи и до 80 за полгода это прям шок шок а сейчас она нормально там как бы до держится на тысячи как вот кстати к этим перепадам бутерин относится виталик один из последних его комментариев был что относительно небольшой курс вот скажем там я не буду горько цифру но он хорошо он благо потому что и стоимость транзакции меньше и развитие экосистемы идет лучше когда чересчур перегрет курс эфира это как бы сдерживает развитие экосистемы вот поэтому он скорее не очень любит когда спекулянты перегревают курс эфира потому что это стоимость транзакции меньше приложений он же за то чтобы адаптация технологии была повсеместная во всех странах максимальное количество было разных прикладных решений вот он живет этим то есть он хочет скорее увидеть необычно для бизнесмена он не бизнесмен любые другие эпитеты но не бизнесмен у россии был шанс стать пионером в мире крипто дружественных государств еще шесть лет назад попытки в этом направлении делались еще какие бутерин приезжал в москву мы брали у него интервью тогда казалось власть в этом очень заинтересована но что-то пошло не так а что именно пошло не так смотрите как говорится в следующей серии да да очень тяжело вместить всю информацию про такую сложную тему как криптовалюты и блокчейн в одно видео так что мы решили сделать из этого выпуска мини сериал совсем менее всего из двух серий в следующий раз мы поговорим о том что сейчас происходит с криптовалютами в россии что их ждет в будущем в россии и в мире как вообще можно использовать крипту и блокчейн во благо и во вред обществу и о многом другом чтобы не пропустить следующий выпуск подписывайтесь на наш канал обязательно если вы еще не подписаны если хотите нас порадовать обязательно поставьте лайк и напишите комментарий нам как всегда будет очень приятно а главное это поможет нашему каналу развиваться спасибо вам большое за просмотр до новых крипто встреч субтитры сделал DimaTorzok